24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Я, Флягина Валентина Владимировна, славянка. Среди моих пращуров были русские, украинцы и болгары. С самого детства моя мама, преподаватель русского языка и литературы, учила меня чистоте речи. Вот это трепетное отношение к родному языку у меня осталось до сих пор. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию отрывок из книги «Земля родная», которая имеет прямое отношение к данной теме. Она написана академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, издана в 83-м году, ко мне в руки попала в начале 90-х и с тех пор стала одной из главных и любимых в домашней библиотеке. После первого прочтения прошло около 30 лет, а книга до сих пор волнует своей глубиной. Уже нет страны, которую упоминает великий филолог. Изменилась до неузнаваемости наша жизнь, а мудрость, содержащаяся в книге, осталась. Мне хотелось бы поделиться ее хотя бы маленькой частицей. Тем более, что кроме прочих достоинств, книга «Земля родная» содержит массу практических советов, адресованных тем, кто связан с просветительской деятельностью. Я уверена, что она может быть полезна моим молодым коллегам, научным сотрудникам, только-только начинающим свой профессиональный путь. Дмитрий Сергеевич – доброжелательный и мудрый собеседник, умеющий сказать просто об очень сложных вещах, напомнить о том важном и главном, что ускользает от нас в ежедневной суете. Прислушайтесь, пожалуйста, к его словам. Цитирую. Речь в этой моей заметке пойдет не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек. Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, моральный облик, характер – прислушаться к тому, как он говорит. Если мы обращаем внимание на манеру человека себя держать, походку, его поведение, лицо и по ним судить о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры. И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, образованным и культурным человеком, то обращайте внимание на свой язык. Если вам приходится часто публично выступать на собраниях, заседаниях, просто в обществе знакомых, то прежде всего следите, чтобы ваши выступления не были длинными. Следите за временем. Это необходимо не только из уважения к окружающим. Это важно, чтобы вас поняли. Ну, вот и весь отрывок. Мне бы очень хотелось, чтобы вы прочли эту книгу. Она, по большому счету, обращена к душе. А что может быть важнее? С праздником вас, славянской письменности и культуры! Спасибо, что вы слушали. Продолжение следует...